Вот этой колонке, ребята, 57 лет! Ну, ладно, не всей колонке, вот этой надписи. Надписи Marshall, потому что в 1962 году Джим Маршалл выпустил в продажу свой первый гитарный усилитель с этой самой надписью Marshall. Кстати говоря, потом он дослужился до титула, внимание, короля громкости. Эту сентенцию нам еще предстоит запомнить. Ну, а вообще, на самом деле, усилители Marshall — это такая абсолютная константа в мире музыки, да, на них играли все. И, в общем, на сцене каждого музыканта сейчас практически он есть, от Эрика Клэптона и до Ланы Дель Рей. Но вот уже несколько лет фирма Marshall выпускает колонки и для нормальных людей. Значит, у нас здесь три портативные колонки Marshall. Одна называется Stockwell, другая — Killburn, третья — Tafta. И они действительно, на самом деле, похожи на гитарные комбики, видите, даже тут вот это вот вся, весь он тураж и надписи. Точно так же, как и на комбо-усилителях сценических. Ну и, собственно говоря, смысл их в том, что они вот как бы должны выдержать весь этот угар рок-н-ролла. То есть слэм, ныряние в толку, обливание пивасом — вот это вот все. В результате они все с разной степенью влагозащиты. То есть, понятное дело, что кидать их в воду не стоит, но, по идее, на пляже брызги они должны выдерживать. Ну и, конечно, здесь вот все сделано для того, чтобы они как в профессиональном оборудовании реально выдерживали большие нагрузки. То есть весь пластик тут такой очень плотно пригнанный, весь прорезиненный. В больших колонках даже, видите, тут уголки специально усилены. Ну то есть, да, это похоже на реальные гитарные комбики. Ну и что мне особенно, кстати, доставляет, то что вот эти вот решеточки, опять же, как в комбо-усилителях, они на самом деле железные. Понимаете, они, как обычно, пластик покрашен серебрянкой, как обычно делают в портативе. Вот, ну и вообще стиль, да, смотрите, вот эти вот ремешки, которыми они комплектуются, характерные такой бархатной красной подкладочкой. Ну вот как дорогие гитарные ремешки, намек понятен. Функционально здесь все предельно просто, что приятно. Это блютуз-колонка. Здесь, соответственно, блютуз последнего поколения, 5.0. И получается, что сейчас это самый надежный по стабильности и по дальности работы. Что мне понравилось еще здесь, что, значит, есть фишка управления с нескольких источников. То есть, раньше, как надо было при дедовских глютузах, подключил телефон, поиграл с него. Значит, кто-то с чужого телефона хочет поиграть, ты отключаешься, он подключаешься. Вот это все. Здесь можно использовать мультиисточник. То есть, соединить сразу несколько телефонов и переключаться по ходу дела прям. И это большой плюс, конечно. В принципе, про функционал вроде все. А, ну да, есть еще у всех аналоговый вход на мини-джеке. Вот теперь все. На крышке у всех колонок по три ручки. Они все одинаковые. Значит, это тоже абсолютно идентично тому, как обычно устроено управление гитарных усилителей. Включение громкости, бас, высокие частоты. Что, кстати говоря, важно. Ручка громкости здесь работает отдельно. То есть, когда вы у себя в телефоне регулируете громкость, она как бы с этим не взаимодействует. У вас получается два регулятора. Соответственно, я вам советую сразу в телефоне поставить максимум, а регулировать громкость уже вот этой ручечкой. Потому что так качество звука будет лучше. Девайсы, напомню, портативные. И поэтому в каждой из колонок есть аккумулятор. Причем, обещают очень быстрое время зарядки. Это действительно так. Реально мне там прям за два часа она почти зарядилась полностью. Разряжаться должны более чем за 20 часов. Черт его знает. Мне не удалось разрядить ни одной колонки. Я три дня с ними с тремя возился. Все пока что заряд хранят. Так что, видимо, действительно емкость довольно большая. Единственное, что меня смущает, это, конечно, вес. Потому что, ну, вот эта младшая колоночка, она реально почти полтора килограмма. И понятное дело, что большинство портативных пластмассовых колонок, ну, они как бы выигрывают их. Легче таскать, ясное дело. Но зато вот этот вес, он, конечно, крайне благотворно сказывается не на чем-нибудь, а на звуке. Но об этом отдельно. Говоря о звуке, конечно, я не могу обойтись без подколок. Очень мне нравится, как маркетологи больших компаний, значит, пускают пыль в глаза нам, простым покупателям, используя красивые слова. Значит, что написано про эти колонки? Что здесь акустическое оформление сделано по методу Блюмлейна. Ну, это же не жук чихнул, это сам Блюмлейн. Надо полагать, что речь идет про Алана Блюмлейна, человека, который изобрел стереозапись. Собственно говоря, это означает, что колонка это не абы какая, а териофоническая, умеет играть два канала. Ну, то есть, такой, какой и должна быть. На самом деле, у них действительно в устройстве более сложная фишка, чем просто териофоническая колонка, потому что они реально омниполярные. Нет, биполярные, надо говорить по науке. Потому что, ну, даже младшая, да, у нее динамик и здесь, и на задней панели. Соответственно, в чем тут смысл? Смысл в том, что внутри еще DSP-модуль стоит, соответственно, на заднюю динамику он направляет звуковой поток специально общитный, для того, чтобы создать вот такое вот диффузное большое звуковое поле. И это, конечно, дает большой плюс, ну, вот такой маленькой колоночке. Какое это отношение имеет к Блюмлейну? Ну, на самом деле, технически, логически, можно сказать, что стереофонические микрофоны, которые использовал Блюмлейн для стереофонической записи, они примерно так стоят, как вот здесь динамики. Так что, окей, все работает, Блюмлейн причем. И вот, наконец, звук. Что я тут должен сказать, ребят? Официально подтверждаю, эти люди верны делу Джима Маршалла, потому что эти колонки реально ужасно громкие. То есть вот в флагманской я сам у себя в квартире не отважился вывернуть ручку громкости на максимум. Ну, прям за соседей распереживался, понимаешь? А вот с этой вот маленькой вас на пляже реально в радиусе километров проклянут все. Ну, и второе, здесь, конечно, какое-то адовое количество баса. Значит, ну, я старый аудиофил, я люблю, чтобы АЧХ была хотя бы более-менее ровная. Ну, и в результате я на всех колонках бас выводил в ноль. А здесь 10 делений, понимаете? Ну, вот верхние частоты можно где-нибудь на серединку выкрутить для искристости. Но бас, слушайте, откуда они его столько взяли, я не знаю. Но, как ни странно, по звуку мне больше всего понравилась средняя модель. Понятное дело, что маленькая, но она как бы для своего размера, и, кстати говоря, вес... Не, она играет классно, да, но она чисто технически в силу своих физических особенностей не может фигаться с флагманской моделью, с Таффтомом. Таффтом, конечно, орет как сатана. Ну, с Токовелл окей. Больше всего мне понравился, как ни странно, Килбурн, потому что вроде как он маленький достаточно, да, но при этом он дает такое количество звука, что это прям реально удивительно. Ну и в финале, друзья мои, как же в колонке Marshall не врубить гитару? Ну, сауууу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok